Здравствуйте! Мы с вами на канале профессиональной немецкой косметики ЦК, и меня зовут Ольга. Сегодня мы с вами поговорим немножко о блонде. Блонд без порошка – это всегда очень интересная тема. И у нас сегодня с вами замечательная модель, ее зовут Татьяна. Татьяна, как долго ты блондинка? О, мне кажется, очень давно, уже точно больше 10 лет. Ну, поскольку я давно блондинка, иногда хочется как-то разнообразить свой цвет блонд. Я знаю, что в принципе мне идут теплые оттенки, я такая девушка осень, но иногда хочется попробовать чего-то новенького. Сейчас у нас наступает уже зимний сезон, более холодный, хочется почувствовать себя чуть-чуть снежной королевой и примерить какие-то более холодные оттеночки. Замечательные пожелания. Блондинки всегда любят меняться. И давайте мы сегодня тоже поиграем со сменой нюансировки. И посмотрим, как Таня будет выглядеть в более холодном блондике. Прежде чем начитать, конечно же, это диагностика. Давайте посмотрим, какая исходная ситуация есть у Татьяны. Вы видите, что она блондинка, примерно уровня 10-9. Здесь исходный цвет натуральный. Хочу показать вам сразу затылок. Натуральный тон волос уровня 7-0. Волосы тонкие. И мы видим полосу от предыдущего окрашивания, которая уровня 9-3. Дальше идет 10-0. Причем волосы очень тонкие. На затылочной зоне они темнее, а в теменной зоне они светлее. Примерно на 1 тон. Так кажется визуально, потому что есть наличие небольшого процента непигментированных волос, то есть седых. И для решения этой ситуации задачу, которую мы перед собой ставим, это максимальное осветление до уровня десятки. Это 3-4 ступени. И коррекция предполагаемого фона осветления желтого. Поэтому для своей работы я выбрала 12-й ряд ЦК оттенок 12-98 с 12% окислителем в пропорции 1-2. Для того, чтобы мне получить максимальное фоносветление уже с заложенной коррекцией. Сначала я начну от пробора от уха до уха. Буду двигаться на затылок, потому что там волосы чуть темнее. И после этого я буду продвигаться в теменную зону, оставляя контурные линии роста волос, потому что они самые тонкие, самые чувствительные. На них я нанесу в последнюю очередь. То есть через 10 минут после начала времени выдержки на прикорневой зоне. Общее время у нас составит 50 минут. Итак, поехали. Височные зоны и краевую линию роста волос мы оставляем и наносим на эти зоны через 10 минут красящую смесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так мы получили результат осветления. Цвет, который мы получили на прикорневой зоне, соответствует уровню 10.0. Его иногда бывает достаточно. Таня любит такой вот теплый, очень чистый оттенок. Но сегодня у нас задача другая, и мы создаем холодный оттенок. Фон у нас равномерный, поэтому нам достаточно этот оттенок положить. Для этой работы я выбрала оттенок 10-20, это интенсивное пепельное направление, и 10-18, это жемчужно-фиолетовое направление. Я буду работать с тремя процентами пероксана для того, чтобы визуально при помощи нейтрализации поднять этот фон и получить легкое такое затемнение и пепельный оттенок по длине. И так мы нанесли краску уже на осветленные волосы, и мы видим, как формируется пигмент такого прозрачного пепельного направления. Время выдержки у нас составит 15-20 минут, но тут очень внимательно. Волосы тонкие, поэтому каждые 5 минут я буду контролировать, как идет процесс, периодически расчесывая или эмульгируя волосы, смотреть, как он накладывается, насколько он равномерно накладывается. И потом у нас будет последующая обработка при помощи шампуня для сохранения цвета «Фарб Стабил» и последующая обработка «Стабилит Калор» нашего ополаскивателя. Ну что ж, наше преображение удалось. Татьяна полностью поменяла цветовое направление блонд, и теперь она холодная блондинка. Мы подарили новое настроение, новые ощущения для Татьяны. Мне очень понравилось. То, что я хотела, то я и получила. Я хотела быть снежной королевой. Я снежная королева. Рецепт вы найдете под описанием в этом видео. А сейчас вы можете написать комментарий, понравилось вам наше преображение или же не понравилось. Ждем ваших комментариев. А с вами была Ольга на канале профессиональной немецкой косметики ЦЕКА. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok